Сжигать сухую траву и растительные остатки не только опасно, но и вредно для окружающей среды и человека. Какая работа ведется по предотвращению таких происшествий и ликвидации их последствий? Журналистам сегодня рассказали в управлении ГОЧС Белгорода. Встреча прошла в рамках проекта «Городская медиасреда». Елена Коржова расскажет, как избавиться от растительного мусора, не нарушая закон. Несмотря на низкие осенние температуры, горячая пара у белгородских спасателей еще не закончилась. Садово-огородные работы подходят к завершению, и горожане спешат избавиться от сухой травы, листьев и мусора. Все это по старинке отправляется в костер. О том, что это может быть опасно, белгородцы задумываются в последнюю очередь. Вот это непонимание серьезности порой приводит к тяжким последствиям. Примеров у нас даже по стране достаточно, что было весной, вы знаете, селами выгорали населенные пункты, гибли люди, многомиллионный материальный ущерб. Поэтому это вопрос очень серьезный. К сожалению, при обходе, когда общаемся с людьми, не все понимают. Не все понимают той опасности и той серьезности данной ситуации. Причем опасной ситуация может стать в считанные секунды. В сухую и ясную погоду для этого достаточно сильного порыва ветра. Чтобы не пришлось бороться с крупным пожаром, спасатели берут на контроль даже небольшие возгорания. Держать руку на пульсе помогает система видеомониторинга, наблюдательные посты в зонах повышенного риска, а таковых 13 и даже малая авиация. Улица Речная, в районе дома 49Б, 150 метров слева от пляжа. Вот это возгорание как раз и помог обнаружить экипаж самолета. Координаты передали диспетчеру, она определила адрес и отправляет к месту дежурную смену спасателей. За 9 месяцев этого года в областном центре зафиксировано около 90 возгораний сухой травы, камыша и мусора. Как раз последние и представляют собой серьезную экологическую угрозу. Это, как правило, бывают отходы пластиковой продукции, резинотехнических изделий, поролонов. Это продукты химического производства. И когда эти отходы горят, то в воздух выбрасывается порядка 20 наименований вреднейших первого, третьего класса опасности. Веществ таких как фенолы, формальдегиды, цианистые калии, кислоты. Нанося вред природе, такие выбросы провоцируют также онкологические, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания. А потому любители завершить дачный сезон с огоньком рискуют собственным здоровьем и к тому же нарушают закон. За несанкционированное сжигание мусора и растительных остатков в областном центре в этом году составлено 30 административных материалов. Нарушители наказаны рублем, потому что не соблюдали условия, разрешающие развести огонь в безветренную погоду. Участок для выжигания сухой травяной растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Территория вокруг участка очищена в радиусе 25-30 метров. Также одним из условий является отсутствие на территории, на которой производится выжигание особого противопожарного режима. Лица, участвующие в выжигании сухой травяной растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Как правило, в городе соблюсти все эти рекомендации вряд ли получится. А потому специалисты советуют не разводить костров. Сухую траву и растительные остатки лучше утилизировать. Помогут в этом организации, занимающиеся вывозом мусора. Использовать открытый огонь по-прежнему нельзя и в лесах, подчеркнули на встрече с журналистами. В регионе установлен четвертый предпоследний класс пожарной опасности. Хвойная подстилка – это порох. То есть здесь уже не надо разводить костер, достаточно окурка непогашенного, спички брошенные, и вот этот порох загорится. А при порыве ветра все это происходит уже неконтролируемо. То есть уже неуправляемый процесс идет. Особый противопожарный режим в Белгородской области продлен до 16 октября. А значит, въезд в лес и уж тем более разведения там костров запрещены. Подобный отдых может обойтись в круглую сумму. Так что стоит подыскать ему достойную альтернативу. Елена Коржова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.